привет дорогие друзья и любимые подписчики сегодня у нас так любимые вами городская фотография ну и не просто городская фотография долгожданная обработка в мобильном lightroom на вашем телефоне ну и не просто мобильная обработка обработка в стиле алана паландера это известный фотограф блогер амбассадор крутых брендов в его инстаграме на него подписано 787 тысяч человек и чем же выделяется его обработка фотографий это обработка в низком ключе солнечные дневные кадры в его портфолио встретить можно но редко это минимализм в цвете синий еле заметен зеленый либо черный либо от него после обработки волана остается только небольшой намек фиолетовый пурпурный устанете искать и конечно же великолепный черный цвет который в его обработке контрастируют с оранжевыми красными и желтыми красками которые тоже хоть умеренные но на контрасте с другими приглушенными цветами смотрятся эффектно и создают в тандеме с черным интересную я бы даже сказал завораживающую цветовую схему также отдельно я хотел бы выделить его обработку высоток небоскребов улиц где минимализм в цвете создает определенное таинственное даже какое-то волшебное настроение в кадре у меня есть ряд снимков высоток москва сити и сегодня мы с вами повторим топовую обработку паландера но в процессе применения такой обработки кадром снятом в других условиях я обязательно сделаю набор пресетов которым можно будет подобрать отдельный пресет под определенные условия и цвета на снимке и если ты впервые на моем канале досмотри этот ролик до конца в конце тебя будет ждать приятный сюрприз и так меня зовут серджио на моем канале мы следуем различные методы обработки и ты легко и быстро научишься удивлять своим новым стилем своих друзей знакомых и других фотографов снимок с которым я буду сегодня работать ты сможешь скачать по ссылке под видео и присоединиться к обработке вместе со мной так что жми на паузу устанавливай бесплатную версию lightroom с google маркета или appstore нам этого будет достаточно скачивай снимок загружай мобильный lightroom бери в руки стилус если у тебя он есть ну если нет то это тоже не беда советую приобрести все-таки с ним полегче работать в кривых в общем поехали итак открываем lightroom открываем нашу фотографию небоскреба если вы в lightroom впервые ничего страшного ничего сложного здесь нет внизу увидите панельку мы будем работать всего лишь в нескольких из них и так давайте первым делом перейдем в инструмент свет нам нужно подготовить фотографию для обработки и так светлой области мы убираем полностью на минус 100 добавляем информацию в тени повышаем на плюс 100 экспозицию сделаем немного ярче просто кликаем вот сюда пальчиком немного правее от ползунка и он нам позволяет передвигать каждый раз на десятую долю единицы делаем где-то 1 и 4 также кликаем рядом с ползунком левее каждый раз у вас сдвигается ползунок на 2 единицы делаем это четыре раза получаем значение минус 8 черные подвинем на плюс примерно 45 46 здесь пока все переходим в панель цвет который находится чуть правее а всем рядом здесь давайте мы с вами красочность поднимем примерно на плюс 15 а с точность на минус 10 приберем далее переходим в смешение цветов будем работать с каждым цветом отдельно как в каждом цвете мы видим три ползунка 1 отвечает за тональность в левую сторону делается холодный красный праву делается оранжевый вы скажете причем тут красный цвет дело в том что я уже с этой обработкой потренировался на разных фотографиях и мы с вами попробуем сделать универсальную обработку после которой вы создадите пресеты можете применять их другим фотографиям где есть например оранжевый цвет зеленый и так далее здесь конечно мы этого не видим у нас здесь но в основном понятно синий цвет белый цвет немножко аквамарина других цветов у нас нету и так красный цвет мы уводим тональность правую сторону где-то на примерно на плюс 50 дальше насыщенность убавляем на минус 25 если вам трудно попасть прям четко в мои значения ничего страшного отклонение там в одну две единицы не даст какой-то явный такой результат это все равно будет идентична той обработки которую выполняю я и теперь давайте яркость также аккуратненьким пичком делаем три раза получаем значение минус 6 переходим в оранжевый цвет то же самое этот инструмент устроен абсолютно одинаково каждый цвет имеет оттенок насыщенность и яркость и так оранжевый цвет в правой стороне у нас находится желтые зеленые оттенки в левый красные и двигая ползунок в левую сторону мы всегда получаем таким интересные красивые персиковые цвета давайте сделаем где-то примерно на 20 влево сторону красного цвета насыщенностью ведем примерно на минус 30 пусть вас это не пугает насыщенность цветов мы будем повышать дальше при помощи кривых и яркость также 1 2 3 рядом с ползунком делаем минус 6 переходим желтый цвет в желтом цвете у нас влево оранжевые оттенки вправо изумрудные мы уводим анальность желтого цвета влево сильнее где-то примерно на 45 насыщенность убавляем на минус 40 яркость не трогаем переходим в зеленый цвет зеленый цвет правую сторону изумрудные оттенки влево зеленый цвет приобретает больше желтых оттенков подвинем немного левее 1 2 3 4 этого будет достаточно минус 8 насыщенность зеленого уводим влево очень сильно до значения минус 80 яркость не трогаем переходим в аквамарин аквамарина влево зеленые оттенки вправо синие двигаем вправо и примерно останавливаемся где-то на плюс 65 насыщенность аквамарина понижаем до минус 80 итак друзья переходим в синий цвет что мы делаем синим синим и уводим сторону аквамариновых оттенков право у нас фиолетовый видите как меняется цвет фотографии нам конечно такой цвет не нужен баландра фиолетовых оттенков не бывает я не видел итак тональности его двигаем влево примерно где-то на минус 30 насыщенность тоже убираем посильнее на минус 80 яркость не трогаем переходим пурпурные оттенки здесь оттенок двигаем сторону синих примерно на минус 50 насыщенность убавляем до минус 80 яркость не трогаем переходим в малиновый малиновый переводим в сторону красных оттенков на плюс 50 49 ничего страшного насыщенность убираем тоже до минус 80 яркость не трогаем кликаем готово переходим назад в левый значок в света давайте посмотрим такая у нас странная картинка получилось тем не менее мы сейчас будем работать кривых и создавать то что нам нужно итак кликаем вот сюда на инструмент кривые внизу вы увидите 4 колечка первая кривая это rgb с ее помощью делают контраст изображения мы пока ее трогать не будем и три разных канала красный зеленый и синий переходим в красный канал вот такой эффект получается при работе в каналах если грамотно выставлять положение кривых можно получить интересные оттенки наша фотография практически черно-белая и мы при помощи вот этого инструмента кривых будем сейчас создавать рисунок аналогичной обработки алана паландера выделяем красный канал вот у нас кружочек внизу закрашенный значит у нас красный канал саму кривую мы тоже видим она красного цвета дальше кликаем аккуратно на центр стараемся не сдвигать центр сохраняем и верхнее положение кривой который отвечает за светлые участки подвинем немного вверх вот таким вот образом больше пока ничего не трогаем теперь переходим в зеленый канал делаем то же самое фиксируем середину и аккуратненько в светлых тонах подвинем немного вверх мы должны попасть в то же самое значение что и в предыдущем красном канале и в синим делаем то же самое выставляем аккуратно середину и слегка подвигаем белый цвет после того как вы выставили аккуратно и правильно во всех трех кривых средних и светлых участках у вас на фотографии на самом изображении не должно быть никаких артефактных оттенков в белых цветах у вас должен получиться в итоге белый чистый цвет далее переходим в красный канал снова выделяем две точки с которыми мы будем работать давайте потянем их вот так вот вниз посильнее вниз посильнее теперь переходим зеленый канал добавляем дополнительные точки также тянем вниз и посильнее вниз и посильнее и так друзья работая с нижней частью кривой мы работаем со средними и темными участками и мы с вами делаем сейчас именно тот черный цвет о котором я говорил такой густой насыщенный который напоминает смолу на который светит красивый солнечный свет итак переходим в синий канал также добавляем точки и двигаем немного вниз давайте мы увеличим изображение нам понадобится вот эта вот часть здесь мы как раз увидим средние тона и самые темные правом нижнем углу у меня находится самая темная часть изображения и по этому изображению очень хорошо регулировать как раз темные оттенки и так давайте теперь перейдем в белый канал rgb добавим немного контраста построим вот такую s-образную кривую причем центр у нас будет находиться немного ниже в отличие от предыдущих каналов делаем вот такой вот изгиб нижней части кривой далее самую верхнюю точку так называемую точку белого немного опускаем вниз примерно на одну треть на стенке квадрата которым она находится сгибаем посильнее самую нижнюю точку точку черного мы слегка поднимем вот таким вот образом давайте посмотрим что у нас получилось двумя кликами возвращаем изображению предыдущий масштаб давайте-ка вернемся мы в основные настройки и теперь поработаем с экспозиции и так мы выставили яркость теперь давайте поработаем с контрастом изображения нам нужно добавить информации светлые участки они у нас стали очень светлые я снизил немножко экспозицию в два раза до значения плюс 07 понизил контраст на минус 41 теперь давайте мы немного уведем в сторону белые вернемся назад в кривые и поработаем с средними участками уже в кривой наверное пожалуй вот таким вот образом самая нижняя часть кривой отвечает за умные участки изображения середина это внутренний квадрат состоящий из четырех квадратов это средние тона это примерно вот голубое небо это будут на средние тона ну и светлые конечно уже облака и самая верхняя точка это блик от солнца который находится посередине изображения смотрите чтобы у вас информация в темных и светлых участках не терялась мы делаем контраст но информацию мы сохранять должны пожалуй я на этом остановлюсь передавайте мы кликаем готова перепрыгиваем через свет в эффекты здесь добавляем текстуру где-то примерно на плюс 20 четкость удаления дымки не трогаем и давайте немножко добавим виньетку подвинем влево 345 я смотрю изображение они на цифры 1214 я думаю будет достаточно перед давайте перейдем в базовые настройки там где солнышко давайте подрегулируем горные участки хочу сделать более читаемые я точку черного повышу до плюс 80 контраст изображения контраст изображения уведу еще левее пожалуй вот так вот теперь информация светлых участках у меня больше читаемая но тем не менее мы сохранили контраст мы его не убили это все за счет того что мы поработали в кривых итак друзья теперь последний шаг переходим мы опять в цвет нам нужно цветокоррекция в новом light room она вот такая вот непонятная но мы с этим справимся очень легко потому что мы будем работать только в тенях вы можете работать с этим кругом но это очень сложно и неудобно поэтому мы с вами сделаем по-другому и так вы должны обратить внимание на то что вы находитесь в тенях средний светлые участки мы трогать не будем и теперь обратите внимание под круг справа есть вот такая вот галочка кликаем на нее и у нас открываются очень интересные и нужные нам настройки и так оттенок оттенок мы выбираем и стараемся здесь уже попасть 220 отлично я попал а насыщенность выставляем немного всего лишь на 5 таким образом мы добавили красивый синий цвет в тени это тот синий который у нас соседствует с голубым такой циановый оттенок это будет таким легким еле заметным намеком ну и давайте теперь посмотрим на фотографию вот такая фотография у нас была и вот такое изображение мы получили если вы хотите получить практически черно белое изображение вы можете перейти в смешении цветов и можем например убрать еще немного синий и теперь у нас получилось практически черно-белое изображение, но оно не черно-белое. У нас, как вы видите, остались намеки желтого, красного. На этом снимке просто незаметно, потому что здесь только лучики и некоторые элементы зданий имеют такие желтые оттенки. А сам синий получили не темный, не светлый, такой в средних тонах, очень благородный, мне нравится. Ну и посмотрите, какой черный. Черный просто шикарный. Если это видео тебе понравилось, поставь лайк. Тебе не сложно, а меня это мотивирует на создание новых видеоуроков. И не забудь подписаться, чтобы получать уведомления о новых роликах, в которых мы будем разбирать очередной способ создания красивого и эффектного изображения. Если ты впервые на моем канале, не забудь перейти в мой инстаграм по ссылке под видео, и после подписки тебя ждет набор моих авторских пресетов Universal. На сегодня это все, друзья мои. Интересных вам сюжетов, красивых фотографий и творческих высот. Всем пока и до новых встреч. Ну и если ты досмотрел этот ролик до конца, совсем до конца, то тебя ждет еще один сюрприз. Помимо пресетов, которые ты сможешь скачать в моем инстаграм после подписки, ты можешь зайти в описании к этому видео и в самом-самом низу, где заканчиваются все описания видео, будет лежать ссылка. Ссылка будет содержать пресет, который мы сегодня с вами сделали.